Газ документы подали. Сегодня ровно 14.00 было заседание ГАЗКО комиссии в ДОМ данную эксплуатацию. Это гарантирует. Сертификат выдаётся в течение 10 рабочих дней. Сейчас там выдаётся доверенность, даётся и получается сертификат. А есть ли вы на подальше документы передачи документов? Когда вы выведите сертификацию, здесь слово будет стоять. Единственное, что я могу гарантировать, что действительно оно будет в течение 10 дней. Есть протокол заседания правления. Есть предача и номер какой-то по приёмке документов? Наверное, есть. Они искали документы, когда принимают документы. Перепоходьте или в скрынку. Они не ставят отметки. Это как делает Державный экспортамент. Подойдите, потом будете сдать. Зачем мы сейчас будем говорить о чём? Ну смысл мне сейчас спрашивать. То, что вы вышли на день и пришли через день, ну смысла нет. Я говорил, что мы до 10-го подали. Они там про мурыжили, то всё. Сегодня было у них заседание. Думаю, мы ещё в четверг там звонили за редакцией, я так понял. Я говорю, что в четверг. Перенесли на сегодня, но не набирают документы. Судит 2 часа, даже мне подтвердили. Позвонили, я говорю, пожалуйста, мне собираются люди, подтвердите. Мне позвонили, подтвердили, но он сдал на эксплуатацию. То есть, протокол вписан, есть протокол заседания управления, вписан на эксплуатацию. То есть, есть сертификат или как он там сейчас называется? По закону как позвать? Сертификат. 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 Какие требования рыбхоза? Ну, никаких. Всё, что надо, мы с ним выполнили все требования. Единственное, сейчас у них требования к нам, это то, чтобы мы взяли на баланс. Но я думаю, что я врать не хочу, потому что вы всё равно как бы это узнаете. Вот эту, перекачивающуюся канализационную станцию. Мы на себя на баланс не можем взять. Мы договорились об этом с эксплуатирующей организацией, которая будет эксплуатировать ваши дома. Они примут её на баланс и будут обслуживать. Она обслуживает всю группу домов, которые находятся на улице Обуховства. Вы понимаете, что я говорю, что это станция? Это единственный вопрос, который Костя задает. А, вот, включена канализация, в чём проблема. Это единственный вопрос, что они не обслуживать. Они попросили взять и на баланс. Я не могу. Зачем она мне? Зачем? Если есть канализационная станция, то это ЖЭК возьмёт и будет обслуживать. Он должен обязан это обслуживать и будет обслуживать. Обычно все эти перекачивающие станции обслуживают водоканал. В данном эксклюзивном случае, это была улица Обуховская, она была на балансе этого государственного предприятия. Так как они не могут её использовать, она им не нужна, а мы её используем для обеспечения стока ваших домов, мы её навязываем, передаём эксплуатирующей организации. А почему не Киевводоканалу? Они не хотят её брать. А ЖЭК? Ну, не выхода есть, не просим. Его он не будет отказать. Ну, а цену на цену на цену мы не будем? Мы не будем с этим платить? Ну, за что? За канализацию как-то учёшь? Ну, или ЖЭК, АЖЭК, мы же не можем. Не, вы и так платите за воду. Когда вы платите за куб воды, которую вы употребляете, вы сразу платите за стопу. Я правильно понимаю, что в дальнейшем это нам грозит проблемами с отсутствием прямых договоров с Киеводоканалом? Так как это оборудование не находитесь. Неправильно, вы понимаете проблемы. Никаких вопросов с прямых договоров не грозит. Все дома, которые... А заключены договорами с Киеводоканалом? Мы слышали по тем домам, что были проблемы с заключением прямых договоров с Киеводоканалом. Вот, ну, это было связано с Киеводоканалом. Две недели назад жители обратились в антивонопольный комитет. Было заседание антивонопольного комитета. Там все эти вопросы решены. На сегодняшний день вопросы с Киеводоканалом сняты. И идёт процесс заключения договоров с Киеводоканалом. Требовали то, что не должны требовать. Ну, антивонопольный комитет решил вопрос в пользу жителей этих домов. И теперь вопросы все сняты. У вас, насколько я понимаю, должно быть акт ограничений и коммуникаций между Киеводоканалом и вам либо ЖЭКом. ЖЭКом, конечно. Ну, все внутриплощадочные... То, что находится у вас в доме, это ЖЭК. Все, что за домом, это не ЖЭК. А, все, что за домом, это... Ну, есть определенный акт, где будут установлены вот такие водоканалы, с этого момента, там, будет идти уже, там, ЖЭК. Есть какая-то согласованность по этим вопросам у вас с водоканалом? Ну, как, это рабочие вопросы, когда мы будем сейчас им передавать все эти там водоканалы в город. Мы в сети, даже те, что мы наружно сделали, мы сделали много наружных сетей. Где сети мы передаем городу, потому что водоканал же не имеет права принимать это. Но это делается через водоканал. Вот, когда мы будем делать это, то там будут разрядничать, да, Олег? Разрядничаются эти сети. Некоторыми сетями непосредственно владеете вы, как спинмешканцы богатых ковырковых недель, а некоторые владеют город. И тогда будут разрядничать эти дела. Ну, как правило, если попроще сказать, до первого колодца это считается домом, потом это пошли уже позамайданчики. Ну, первая колодец, это вот перед подъездом, вот колодец, где заходит к вам канализация, вот это до первого колодца это ваше. После первого колодца это передается город. Ну, это все правильно. Делается акт названия. Я думаю, что это будет сделано, ну, через полгода обычно это получается. Это сессия, заседание, ну, там комиссия. До момента передачи городу сети обслуживаются, мы заключаем договора с первым водоком для технично обслужованного мероприятия. Они не были бесходные до момента передачи. Платим за это деньги, за это техническое обслуживание, и если какие-то проблемы, порывы там и так далее и тому подобное, они выезжают. Ну, вот это все. Так, третий вопрос. Когда жертв примет дом? Ну, дом уже в процессе передачи жертв. В процессе. Ну, я думаю, к моменту, когда будет выполняться четвертый вопрос, будем передать.